На предприятии Petro Kazakhstan Oil Products завершается первый этап модернизации шенкенского нефтеперерабатывающего завода. Готовы строительные площадки для реализации второго этапа. О ходе модернизации рассказал представитель генподрядчика китайской компании. Благодаря поддержке и вниманию правительства Казахстана и Китая мы выполняем работы по модернизации предприятия. Процесс заключается в двух функциях. Первое – повышение качества продукции до К4 и К5. Второе – увеличение объемов. Наш проект состоит из двух этапов. Первый уже завершен. Идут пусконаладочные работы. По завершении модернизации на предприятии будет выпускаться только высокооктановый бензин классов К4 и К5. Бензин марки АИ-80 выпускаться не будет, заявил в ходе доклада Даниэр Тьесов, старший вице-президент по переработке нефти и газа АО «Казмунайгаз». Он же рассказал и о причинах, по которым затягивалась модернизация предприятия. Техника экономического обоснования, которое мы приступили к разработке незамедлительно, оно было закончено 7 декабря 2009 года. Первое ТЭО. Это ТЭО было на основе технологии каталистического критинга. После этого, в чем является уникальность этого проекта, мы начали делать второе ТЭО на основе технологии гидрокритинга. Мы еще год делали второе ТЭО для того, чтобы дать окончательный ответ, какую технологию выбрать окончательно, каткритинг или гидрокритинг. Эта работа была у нас завершена в 2100 году. Для того, чтобы приступить к строительству, следующий этап – это проектно-сметная документация. Мы ее два года делали, получили госэкспертизу, получили разрешение на строительство, завершили это в конце 2013 года. Контракт у нас был подписан на первый этап в 2014 году. Почему есть разница между первым и вторым этапом – это уже по вопросам, связанным с организацией финансирования. А чтобы впредь сроки модернизации не срывались, главный энергетик страны подчеркнул. Значит, в Казмоногазе вы будете нести персональную ответственность по модернизации этого. Дальше уже нам нарекания от населения и в целом слушать. Нет, обратной дороги нет, я четко вас хочу предупредить. А персональная ответственность? Значит, я буду разговаривать с руководством СНПСИ. Вы, господин Большой, будете от СНПСИ внести персональную ответственность. Кто же за это вопрос? Резюмируя встречу, Базумбаев отметил, такие совещания должны быть открытыми, чтобы у большинства не возникало вопросов. Большие планы у правительства и относительно производства топлива. Будет увеличено до 400 тысяч тонн выпуск, с нынешних 250 до 400 тысяч тонн выпуск авиационного топлива. Это фактически сегодня более чем 50% покроет потребности наших авиаторов в авиационном топливе. Когда мы все три завода модернизируем, у нас будет возможность влиять на ценообразование внутри страны. То есть у нас будет больше рычагов, потому что бензин, который будет, то есть, извините, нефть, которая будет направляться на переработку, она будет казахстанского происхождения. Заводы находятся на территории Казахстана и четко попадают под регулирование Казахстана. Поэтому у нас будет больше рычагов и влияние на ценообразование. В промышленных объемах бензин марки К4 и К5 будет выпускаться на предприятии уже этим летом.